Позиция России всегда заключалась в том, что мы должны без всякого кровопролития прийти к договоренностям. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что с точки зрения международного права Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. С международной правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Также Владимир Путин добавил, что сама Армения не признала независимость Карабаха. Сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала, и в этом смысле, имея в виду это обстоятельство, сам Нагорный Карабах, это тоже с точки зрения международного права, тоже Азербайджан. Владимир Путин уже не первый раз отмечает, что корни конфликта начались с сумгаистских событий. Корни в этническом конфликте, который начался еще в Сумгаите, а потом перекинулся в Нагорный Карабах. Однако, если мы взглянем в историческую справку и попытаемся воспроизвести хронологию событий, то мы узнаем, что события Сумгаита являются не корнем, а следствием массового изгнания азербайджанцев из Армении. Так что к началу 1989 года азербайджанцев в Армении не осталось вовсе, и сами сумгаистские события остаются очень противоречивыми, так как есть масса доводов в пользу того, что они были искусственно спровоцированы армянскими циналистами и КГБ Армянской СССР. Поэтому советникам президента Российской Федерации можно посоветовать больше уделить этому внимание, так как рано или поздно до него дойдет эта информация и в итоге она разобьет всю пропаганду, а советникам придется краснеть.